запись есть так есть значит расписание есть хорошо а почему вы решили что вы с ней в четверг это вот из-за этой вот то что она зуб написала на следующие на следующую это самых 10 утра в 12 часов ночи что там вот это переход на четверг да вы поэтому решили правильно вас понимаю по ее сообщению не помните откуда вы сделали вывод что именно с ней в четверг ну а решили так решили не буду воспитать неважно хорошо все ребята тогда значит мы тогда сейчас вот вот заходим значит на наш стенд заходим через teamviewer так вот это у нас не это а у нас 0 4 подключиться значит на всякий случай еще раз напоминаю с дарья валерьевна кашутины заниматься только две группы 192 193 и все и только в один день в среду первые две пары вот сейчас я вам покажу и там они там они нечетные нечетные вот видите среда садина со вторая сегодня с третье да она заходит через ум значит только эти две группы я не знаю принципе если зума так меняется я не знаю меняется или нет может быть внизу постоянно тогда к не заходит постоянно я работаю ребята только в google minty в среду я не работаю вообще ни с какой группой я работаю школе вот и google нет у меня постоянной кроме среды все дни кроме среды я и заходим на google мид вот четверг ага да 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 вот я помню вот она как раз я записал 22 числа слабо четвертый курс никого вот получается видно вы были там но вы захотите зашли в зум а я вас ждал угол мити вот чем вот как получилось ну вот по крайней мере в прошлости четверг точно так было и и суббота суббота же нас было по четвергу вот и кстати кстати вот вот этот вот суббота она значит получается давайте мы сейчас вам это определим потому что это может повториться как-то давайте уже в это все значит вот значит оксана юрьевна прислала такую вот очень хорошую такое вот расписание образно здесь нарисовано и у нас было 24 числа суббота это 1 декабря 1 декабря здесь вот согласно и расписание относятся вот первое к нечетным понимаете 33 значит три дня ноября последних это четная неделя а первый день как бы это же внутри это одной недели но первое число уже нечетное и поэтому значит я решил что четверг четверг это 1 декабря это нечетное а у меня по нечетным в четверг я вам сейчас скажу у меня в четверг по нечетным у меня первая пара нет а вторая пара 194 поняли да то есть я считал что первое это нечетное вот и я там а получается а вы думали что но с другой стороны двадцать четвертое число двадцать четвертое число оно само по себе по себе четная неделя понимаете она так смотрим 24 отчетное или нечетное кстати здесь счет нечет не написан елки-палки подождите не красный это зимняя сессия здесь счет нечет не нарисовано вот он вообще о сумма можно сойти ну короче вот с этим проблема как считать либо во первом декабре счет нечет или пати или по субботу это какая суббота то есть за какой неделю счет и не счет на тут не написано поэтому вот в общем понятно да значит ребята судя нас 6 группа вы со мной занимаетесь в понедельник гарантированно третья пара и в четверг вторая пара через неделю значит в пятой неделе вы вы в эту неделю со мной не занимаетесь вот только в понедельник четверг нет так и все все понятно да нет вопросов теперь по этому расписанию так хорошо все тогда мы с вами значит заходим там этот самый занят сейчас на кто-то работает слушайте тоже надо чтобы это днем зашла работа так а что ж мы тогда стоп значит тогда сейчас ребята подключусь к другому стенду и на другом стенде на втором я вам покажу я вчера вечером сделал еще один стенд 2 и мы на нем как раз сможем это это дело сделать тогда не это и дни это число я же не прогоню человека так а тогда это вот это 614 вот он подключиться надо включить тот компьютер сейчас подождите сейчас делаем и и и и и и так о а он по моему вышел этот все мы тогда можем подключиться ребята к другому вот к нашему обычному подключиться так я понял так он был искалец есть так сейчас давайте еще раз зимой ты зимняя сессия красная вот она в чем дело это нечет нечет нужно здесь еще поставить чуть нечет тогда будет нужно улучшить вот это вот все понятно так вот мой к на нашем ноутбуке сейчас я сделаю разрешение экрана вам удобнее и мы сейчас с вами как раз этот дак цифроаналоговый преобразователь с вами и пройдем елки-палки получается это сейчас из-за того что она написала в ноль часов 10 минут и типа на следующий день вы уже подумали что-то четверг вот она в чем нет да редко но такое бывает ух так так вам так лучше видно ребята вот так лучше так хорошо поехали значит что мы сейчас делаем мы сейчас запускаем а тут не запущены запускаем наш кококс вот и в нем делаем последнюю лабораторную работу в кококсе значит она посвящена нашему цапу цифра аналоговому преобразователем значит скажите вот кто помнит из вашим преобразователь шин блок он на выходе формировал цифровой или аналогового сигнал кто вспомнит какие он там мыши мы же у нас в четвертой и пятой работе у нас как раз ухты елки-палки что тут у нас происходит а он еще не догрузился так у меня меня слышно или нет у меня слышно все нормально хорошо хорошо если мы подписали битс бит резет это какой сигнал у нас был на выходе наши ножки скажите мне пожалуйста цифровой это цифровой цифровой хорошо а когда мы писали помните мы работали с шим модуляции вот и и и и мы там сведения о да тоже такое ты посмотри да лучше не закрывать ребята не закрывать этот колоды я потому что там начинает выпендриваться он все аккаунтов загрузится и мы там регулировали помните яркость лампочки от 0 до 600 66 и у нас вот это называлось шим модуляции вот помните там если 333 мы записывали то какая яркость лампочки в процентах у нас было не помните 50 процентов до чем меньше число тем меньше яркость лампочка горела при этом постоянно она не мигала ну вот на вид она как мы видели ее на мигал от мигающей было или нет горела горел до горела постоянно почему ребята частота мигания была такой быстрой что наша камера и и наш глаз не мог это дело все значит увидеть правильно но она тем не менее все таки мигала просто очень быстро все что мигает быстрее чем 50 раз в секунду мы видим как уже слит на и понимаете и на камере тоже видно все в слитную поэтому на самом деле шим регулировка вот я вам даже показывал значит сейчас четвертый курс расписание 8 4 курс и здесь у нас есть шим вот тв работа шим контроллера вот работа шим контроллера так вот она здесь видите вот тут такой вот какой сигнал импульса сигнал скажите это сено цифровой ли аналог вот верхней части где написано это забраво и цифровой да почему он имеет только два уровня 0 и 1 а что в нем меняется плавно скажите вот в этом сигнале что даже главное меняется нашла плавно у него меняется только частота вот ну не частота это не совсем корректно частота одинаково почему потому что период видите тут 1 100 одинаково а меняется длительность импульса внутри периода поняли да идею то есть это если бы ребята меняли частоту то есть у нас бы он мигал бы там частотой примеру там тысячу раз в секунду и мы плавно и уменьшали то есть частота у нас упала до 40 раз в секунду то мы уже начали бы видеть уже мерцание при этом яркость его было бы одинаково что очень важно понимаете вот важно не сама чистота как часто он моргает а какой процент времени внутри периода внутри каждого колебания он горит и не горит видите здесь основную часть 70 процентов он горит там 30 не горит а здесь горит всего 10 процентов а 90 не горит вот это вот значит яркость зависит не частоты а у ширины импульса но эти импульсы они цифровые но благодаря изменению ширины импульса плавным они изменили импульсы или скажем так мы плавно меняли время мы амплитуду менять плана не можем она 0 либо 1 но время можем меня это время горящего от нашего этого светодиона а вот оно создает иллюзию как будто мы плавно меня меркость и как бы мы сигнал превращаем в аналоговый, в плавный. Но это такая вот хитрость. Но она часто применяется, я вам скажу, и в регулировке двигателей, и в регулировке яркости экрана вашего мобильного телефона. Там вот именно так. Почему? Именно такой, как бы, цифровой сигнал, который плавно меняет вот это значение яркости, имеет крайне высокий КПД, почти 100%. Если бы вы меняли яркость вашего мобильного телефона, не вот так, включил-выключил и очень быстро, а действительно меняли напряжение подсветки, вот плавно, то настоящим аналоговым сигналом КПД такого преобразования, ребята, было бы порядка 50-60%. То есть 40% энергии просто уходило бы в тепло. И ваша батарея бы села бы там не за 24 часа, а там, не знаю, наверное, ну за 8 часов села. То есть она бы работала намного меньше. То есть вот такая плавная регулировка с помощью ШИМ модуляции имеет крайне высокий КПД. Почему? Либо мы не подаем сигнал, КПД максимальный, либо мы подаем полностью сигнал. И он ни на чем не рассеивается. То есть мы его не ограничиваем какие-то сопротивления. А аналоговый именно ограничивают сопротивлением. Это сопротивление греется и выделяет просто тепло. Здесь нет. Вот поэтому вот он применяется очень часто. Даже то, что вы слушаете на наушниках, это тоже такой лучшим сигнал, потому что выход на наушники и на динамик потребляют энергию. Так вот получается, что такой цифровой сигнал, который потом сглаживается, превращается в аналоговый, он имеет КПД порядка 90%. И поэтому можно слушать динамик на телефоне очень долго. А вот мы сейчас будем настоящий аналоговый сигнал выдавать со всеми вот этими неприятностями. Но его не нужно сглаживать. Он уже реально имеет выход плавный. Мы будем видеть тестера, мы будем видеть, что там действительно четкий сигнал. Там 1,25 вольта, там 2,378 вольта. Там ровно 1,00 вольт, ровно там 2,5 вольта. Понимаете? То есть вот Ардуино не имела такого ЦАПа вообще. Эстм-302 имеет настоящий полноценный ЦАП. Вот поэтому... Так, не понял, где мы и все эти... А, все-все правильно. Так, значит, это я тогда... И вот этот ЦАП, он выдает... Как выглядит аналоговое напряжение? А, очень просто оно выглядит. Сейчас вот я вам тут включу, и вы увидите. Так. Цифровой аналоговый сигнал. Я вам еще раз покажу. Картинки. Это мы закроем. Вот он этот, вот он, видите, сигнал. Вот видите, цифровой 0,1, 0,1, 0,1. И меняется только ширина аналога. Вот такой вот настоящий. Вот он. Плавненький такой. Вот мы такой плавненький сигнал сейчас с вами и получим. Так, есть. Хорошо. Итак. Значит, шестая, точнее, по тому списку, это пятая лабораторная работа. Она у нас находится вот тут, здесь вот. Что-то такое. У меня тут... Так, это у нас находится, она здесь. Пелетехнический институт. Вот. И в этом полетенческом институте мы заходим в 2028. Так. Пятая. Ну, у нас по-нашему, по дистанционке, это шестая. Пятая лабораторная работа ДАК. Вот. Значит, мы ее можем открыть. Давайте я ее сейчас скачаю. И открою нормально, чтобы вам было видно. Потому что здесь забирают еще часть всего остального. Так, вот она. Лабораторная работа на Европе. Значит, она... Ребята, не сложная лабораторная работа. Почему? Потому что ЦАП, он не имеет такое количество настроек, как АЦП и ШИМ. Там вот просто можно в регистр записать, он сразу будет функционировать. Понимаете? Здорово. То есть в этом плане мы сделаем ее с вами быстро. Вот. Раз. То есть, значит, инициализация, там практически отсутствует его. И работа с ним не так, как ШИМ. Записали число, а потом нужно было перегрузить этот ШИМ для того, чтобы он принял это новое число. Нет. В регистр записали, а мгновенно на выходе появляется напряжение. Значит, здесь интересны... Но чем эта работа интересна? Она интересна тем, что, во-первых, примера ЦАПа для нашего... В Кукоксе для нашего случая нету. Или, точнее, есть примеры, которые нам не подходят. Поэтому был взят пример из интернета. Был взят пример из интернета максимально близкий. Вот он здесь написан. Вот. Максимально близкий. Но он оказался сглючен этот пример. И вот, получается, нужно было с ним еще разобраться. Я поэтому... Понимаете, когда у нас эти работы были в очном режиме, хотя бы в прошлом году у нас был месяц очного режима, мы успели с некоторыми студентами дойти до него, до этого ДАКа. И получилось, что у половины студентов он заработал, у половины нет. И я тогда подумал, что это связано с разными компьютерами, с разными компиляторами, с ошибками ребят и так далее. В общем, не обратил внимания. В этот раз я запустил действительно этот пример, если применять вот как есть, вот этот пример не работает как надо. Но пример на компьютере он мне не заработал. То есть он не выдал это значение. Вот. И там как раз вот хороший опыт, положительный. Как вот работать с кодами, которые вот вы нашли в интернете. Часто они неработоспособны. Ну не то, что часто, но бывают довольно-довольно часто. Или скажем так, нередко, что они неработоспособны. Но в принципе основная идея у них правильная. Но нужно будет потом его допилить до состояния, чтобы он работал. Вот. Итак, давайте мы зайдем с вами туда, в наш кококс. Создадим новый проект. Как обычно. Значит, назовем его ПВМ. Так, такой уже есть. Один тоже есть. Два тоже есть. Три тоже есть. Четыре тоже есть. О, пятого нет. И сделаем next. Так, все как обычно. Выбираем наш чип. Стотое семейство. РБ. Финиш. Вот. И как всегда там, значит, оно предлагает. Где тут у нас это дело. Вот у нас это дело. Но предлагает там выбор. Значит, мы выбираем, ребята, DAC. Выбираем DAC и все. И оно автоматически подключает все остальное. Здесь внизу выбираем DAC. Он подключит и наше ядро, и нашу загрузку, и даже подключить GPO. То есть, все очень просто. Очень дальше у нас появляется сразу всего два примера по DAC. Смотрим, какие эти примеры. Значит, этот пример нам не совсем подходит. Давайте посмотрим, что там есть. Значит, первый пример. Синус. Он выдает синус. То есть, аналоговый синусидальный сигнал. Но он выдает его с помощью режима DMA. Прямо доступа к памяти. Значит, так как у нас это дистанционно и так сложно это преподавать. Вот. DMA это отдельная тема, которой нужно рассказать, как она работает. Скорее всего, там нужно несколько раз все тем подойти, чтобы вы поняли. Не стоит брать эту вещь. Кроме того, если мы сделаем Vue. Не загрузить, а Vue. Ну, увидим. Этот пример описывает, как использовать DAC. Цифра аналогового дуал два канала. Режим двухканальный вместе с DMA для генерации синусидальной волны на обоих DAC-каналах на выходе. Ну, в общем, он, значит, DAC-канал. Каналы конвертируют конфигурацию. И, значит, и каждый, как бы, вывод тригерируется. То есть, как бы, вот импульсами дается через таймер второй. То есть, получается, этот проект, он еще нагружен вторым таймером. Что делает второй таймер? Этот таймер, допустим, каждую тысячную долю секунды, он берет данные синуса, значит, из этого самого, не из матрицы, а из массива. И подставляет в оба канала этого DAC-а. То есть, нужно разобраться с таймером. Нужно разобраться с DMA. В общем, это такой проект, ну, короче, такое много в себе объединяющего, но для нас это тяжело. Нам нужно взять проект, который просто число закинул в DAC, и на ножке напряжение появилось. На одной ножке все достаточно, больше не надо. Получается, этот проект в этом плане не подходит. Давайте посмотрим просто для понимания, как он реализуется. Вот. То есть, раз он генерирует синус, то мы должны вот куча точек сделать, этих синусы данных. Как это может быть, ребята, выглядеть? Это может выглядеть вот таким вот простым способом. Если я в угол напишу цифровой аналоговый сигнал, вот то, что я делал, в картинке, то там есть как раз такой пример. Значит, смотрите. Вот есть вот такой пример, вот вам видно, видите? Вот у нас положительная полуволна. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Состоит из семи точек. Эти точки цифровые. Вот если, как бы, эти точки, ну, не сглаживать, то получится вот такая вот она, сломанная такая вот штука. Близко к синусуиде. И понятно, что чем больше этих точек, тем лучше у нас этот сигнал показан. Значит, я даже, даже здесь пытался это нарисовать еще как-то. На четвертом курсе, значит, АДС, ПН, АЦП частоты. Вот, по-моему, вот это. Так, не это. Вот, смотрите, ребята. Я сейчас увеличу. Вот этот кусочек я вам покажу, чтобы вы понимали. Значит, у нас, смотрите, вот у нас точки, у нас, значит, видите, вот, которые часто вот мы измеряем. Ну, в данном случае с измерением, но и обратно с цифр аналога преобразования. Если мы точки выплевываем со значением часто, то мы очень близки к нашим синусоиде. Если мы их выплевываем реже, то есть через более длинный промежуток времени, который как раз таймер 2 и отсчитывает, то у нас получается вот такая вот ломаная такая штука. Вот. И количество точек. Значит, здесь понятно, что их будет много вот здесь вот, а здесь их будет мало. Значит, к чему я это все говорю? Берем, ребята, наш пример и смотрим. Значит, вот пример здесь. Здесь у нас получается, ребята, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь точек на полуволну. А в нашем примере, который здесь, у нас здесь получается, смотрите, у нас здесь есть массив, вот он, видите. Значит, массив у нас ЦАП у нас работает, он 12 бит, но у нас ЦАП, ребята. 12 бит это такие же 4096 ступеней, как у АЦП. И получается у него нижнее значение 0, среднее значение 2047, верхнее значение 4095. Так, я записываю все это дело. Да, записываю. Поэтому и в этой матрице так оно и есть. Смотрите, начинаются синусоиды с середины. Вот она начинается. Это у нас середина, видите, это нижняя 0. Мы же не можем отрицательные числа дать, не можем. Поэтому у нас это 0. Здесь он еще 3095. А посередине 2047. Понимаете, да? Как раз вот так оно и сделано красиво. Начинается 2047, выше, 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 выше. Смотрите, поднимается оно до верхнего значения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять точек. Потом она 4095 идет вниз до 2047. Видите? Тоже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять точек. То есть у нас, ну там не девять, а восемь точек, потому что две крайние мы не делаем. У нас 16 точек, ребята, занимаются вот изображением верхней полуволны. Еще 16 нижней полуволны. Итого 32 точки. Ну, 32 точки. Здесь у нас получается 16. И кривая вот такая получается, ломаная. Понятно, что на 32 она будет получше. Но все равно они будут заметны. Вот. Вот так вот формируется синсода. Если массив сделать больше, а массив можно сделать всего на 4095 ступенек, то есть и тогда будет синсода почти идеальная. Вот зачем нам нужен здесь таймер. Вот зачем и получается наш контроллер, он должен по таймеру выдавать все эти значения. Ну и получается наш контроллер все время должен смотреть за этим. Но мы можем дать это задание DMA. DMA будет брать эти данные и отправлять в САП. А контроллер наш будет висеть в воздухе. Не контроллер, а центральный процессор. И поэтому, скорее всего, ребята, while здесь пустой. Сейчас посмотрим, так это или нет. Правильно я в своих предсказаниях. Так, да, точно, видите, while пустой. То есть видите, какую довольно сложную функцию мы дали DMA. DMA берет сам, как отдельный процессор. Глуповатый, туповатый, но он позволяет, может делать вот эту вот функцию. Он берет число, отправляет его в САП, потом берет следующее число и отправляет в САП. Как реальное ядро, ядрышко. То есть вы понимаете, DMA это отдельное ядрышко, конечно, узкоспециализированное, глупенькое, но оно работает. При этом сам наш контроллер, процессор нашего контроллера, он стоит на месте. Помните, мы в ШИМе, в ШИМе у нас тоже так было. Мы один раз пронициализировали, и у нас ШИМ-блок выдавал эти значения сам. Вот сейчас я здесь, по-моему, на третьем курсе я такое рисовал. Всю эту штуку, так вот, ШИМ-блок. Нет, это не то. Значит, тогда третий курс я рисовал эту штуку. Так, так, МК-процессор, МК-реле, схему. Вот. Вот у нас было что? У нас было вот так вот. У нас работа с ножками была, и был отдельный шип. Мы один раз его пронициализировали, ну это в РДИНАЛОК РАЙТ. И он дальше клепал нам этим пусто самостоятельно. А наш процесс, цепью, он стоял на месте. Точно так же, ребята, и ДМА. Можно ДМА дать задание. Он будет выполнять программу, представляете, внутри себя. Все время считывать. А вайл будет на месте. Вот как раз этот пример. Но сложный пример для понимания. Вот поэтому нам он не подходит. Берем другой пример. Значит, еще есть DAC-Exp. Что это такое? Смотрим, что здесь. Этот пример описывает, как использовать опять два канала для генерации двух различных сигналов. А именно, треугольный сигнал на каждом канале, на каждом выходе. Ну, треугольник это другое. Дело в том, что ЦАП имеет еще внутри себя два генератора. Отдельных аппаратных генераторов. Я на лекции рассказывал, не знаем. Ну да, я рассказывал, рассказывал. Как раз, по-моему, с вашей группы. По четвергу. Сейчас, подождите, давайте посмотрим. А что у нас там по четвергу? Четверг, лекции. Ага, 192-193. Не, не то. А вы 196-я. Значит, это вторник. Ага, пятая неделя. Ну, блин. Ну, точно, верно. А, я рассказывал для групп 192-193. Для вашей группы я еще не рассказывал. Все, разобрались. Вот. И получается, он имеет, чистый ЦАП имеет еще два генератора. Шума и треугольного сигнала, который тоже лизованный аппаратный. Этот пример не работает с чистым ЦАП. Он работает с этим отдельным формировательным генератором треугольника. Он нам тоже не подходит. Нам был где-то взять пример. Число положил, ЦАП выдал. Все. Получается, Кококс это не дает. Значит, тогда мы берем из интернета все это дело. Смотрим, что там в интернете у нас есть. Так, вот он у нас здесь есть. Это так, не понял, что он. Вот он у нас здесь есть где-то описание. Так, не понял. Вот лабораторная работа 5. Значит, берем вот этот вот кусок инициализации. Значит, понятно, что ЦАП нам нужно проинициализировать. Берем его. Так. И подключаем. Значит, копируем и вставляем в наш сюда. Значит, мы это отключаем и заходим в наш проект голый. Девственный. Вот. И куда мы вставляем инициализацию, ребята? Здесь. Как вы думаете? В какую строчку нам нужно вставлять инициализацию? По номеру. Можете мне сказать? Инициализация выполняется один раз. Значит, начало программы у нас здесь main void. Бесконечный цикл у нас вот здесь вот в двух этих вот строчках. А между ними что у нас? Между main и while. Ну вот туда и вставлять после. Да, сюда и вставляем. Совершенно верно. Control. Вот я вставляю нашу инициализацию. Значит, что здесь есть в нашей инициализации? Значит, это у нас ЦАП. Он на какой-то ножке, ребята, будет в доме. Идавать этот аналоговый сигнал. Значит, эта ножка должна быть инициализирована. Смотрим, где инициализируется ножка. Тут прямо, значит, шикарный комментарий написано. Настраиваем ногу ЦАПа. Одна ножка ЦАПа. Вот она инициализируется. Значит, оказывается, что она инициализируется. Какой порт? Кто мне скажет, а какая ножка? Может, вам не видно? В 15-й строчке. Видите, какой порт инициализируется? Порт А. Так, а ножка? Четвертая. Четвертая, совершенно верно. А почему именно четвертая ножка? А не другая, не пятая, не шестая. А мы должны заглянуть с вами куда? В документацию. Заглядываем с вами в документацию. Так, где тут наша вот эта? Вот все дело. Значит, наша документация находится в библиотеке. В библиотеке. И там у нас, значит, есть STM32. Значит, у нас сотое семейство. Вот. Значит, у нас есть два, две документации. User Manual, это железо. Reference, это программа. То есть, наши все эти самые. Ну, по всей видимости, в железе должно быть описано. Давайте в железе пройдемся по ногам. Значит, мы должны к каким ногам подключен наш ЦАП? Сейчас я увеличу. Это, посмотри, что-то такое, запах. Подождите. С чего? Что-то горит. Вроде ничего не горит. Странно. Ну, ладно. Значит, мы с вами перейдем на описание всех наших ног. И в этих описаниях ног мы будем что искать? Даг. И посмотрим, даг первый, к какой ножке он подключен. Так, вот у нас сейчас... Это у нас блок-схема разная. Сейчас у нас пойдет описание ног. Так, есть, 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 есть. Дальше. Мы уже знаем, что глубоко это не описано в этом User Manual. Так, вот у нас пошли какие-то у нас... Значит, вот, даг это является альтернативной функцией. Значит, главная функция. Это просто ножка. PE, PE, это просто наш порт. А вот альтернативная функция содержит всякие наши дополнительные блоки. В частности, там, АЦП есть, видите, вот она, в альтернативной функции. Вот. И мы должны точно так же найти DAC. Вот он, смотрите, наш DAC 1 out к ножке PA4. То есть, программа у нас инициализирована совершенно правильно. У нас порт A и четвертая ножка. Причем, обратите внимание, а режим... По идее, режим должен быть аналог out. Но странно, что нужно писать аналог in. Вот, пойди догадайся, правильно? Ну, вот это особенность, значит, этой библиотеки и особенность этих команд для компилятора этого микроконтроллера. Какое in? Это же out, у нас же выход, правильно? Аналогово-синвалный выход. Ну, вот, точнее, здесь написано как, что это не аналог, это альтернативная функция. Но почему она in? Нужна быть out. Увы, так. Так, и что я тут хотел еще сказать. Вот, Word, лабораторная работа, пятая, да? Туда я... Ну, да, да, то есть должна быть у нас, да? Сейчас я сбился, ребят, извините. Значит, ногу мы, выход от ЦАПа, мы проинициализировали. Причем, обратите, как интересно это делается. Сейчас, если мы вот сюда зайдем, и зайдем мы, вот, блок-схема, блок-схема. Давайте зайдем на нашу блок-схему, сейчас я его увеличу. Смотрите, вот у нас, так, вот у нас выход нашего ЦАПа. Так вот, оказывается, выход ЦАПа, он вот отсюда, он здесь не ножка, он внутри, оказывается, контроллера, видите, здесь неправильно написано, внутри контроллера, он переподключен к порту А и к четвертой ножке. То есть, сначала мы должны, вот, сделать соединение, четвертая ножка порта А, что это выход ЦАПа 1, а потом мы еще должны сам ЦАП затактировать. И затактировать, с какой шиной ЦАП соединяется, с шиной АПБ1 или АПБ2, кто мне скажет? Вот, смотрите, ЦАП, видите, он идет на шину. Как эта шина называется? АПБ1. А, интересно, а сам порт А, с какой шиной он соединяется? И ее тоже нужно затактировать? Порт А какая шина? АПБ2. Значит, обратите внимание, должны быть две команды, две функции, которые тактируют эти шины. Значит, сам ЦАП, видите, сам ЦАП, вот он, видите, DAC, DAC. И он АПБ1, а порт А, обратите внимание, АПБ2. И вот это вот понимать, где что, как, это вот нужно, опять же, знать внутреннюю архитектуру. Это вот так непонятно. Можно было, ну да, мы тут затактировали ЦАП, АПБ1 и все. А оказывается, ЦАП подключен К, а А – это АПБ2. Представляете, без вот этого рисунка написать вот этот код правильно мы не сможем. Но даже по рисунку, извините, не видно, что он подключил, как бы А. Сейчас, сейчас, сейчас покажу вам. Вот так, так, вот так вот. Так вот видно порт А, шина АПБ2 и вот стрелочка на АПБ2. Сейчас видно? Да, видно она непонятно. Да, то есть ножка железная идет на порт А, потом внутри она здесь не нарисована, непонятно правильно. Внутри она, оказывается, подключена к выходу ЦАПа, здесь не нарисовано. А сам ЦАП подключается к шине АПБ1, видите как? Вот ШАМ, АПБ1. К сожалению, вот так. Кроме того, здесь в этом, в этом коде у нас идет табличное формирование синусидального сигнала и должен быть некий молоток, который там каждую тысячную долю секунду выдает из этой, из матрицы, из массива, это значение. Поэтому нужен таймер. И здесь еще проницелизирован таймер. Для нашего случая он не нужен. Нам просто мы выдали значение и все, оно там висит на выходе. Ну пусть будет, ладно, пусть этот таймер молотит. И так это все понятно. Дальше, что тут сделано? Тут сделано так, ребята, что этот таймер, он работает по прерыванию. То есть, оказывается, здесь есть кусочек программы, которая вызывается аппаратно. То есть, в коде на эту функцию ссылки нет, но она вызывается не из кода, она вызывается аппаратно. Сейчас вот это интересный момент, который, ну понятно, что вы это не запомните, но просто общее понимание. Вот. А вот, собственно, смотрите, нужно место вставки переменной в сам ЦАП, в обработчике прерывания. То есть, вот он, это место вставки. Берем, копируем и вставляем его вот сюда. Получается, что он должен быть, эта дополнительная функция, она должна быть после вайла и между концом программы. Вот мы ее сюда и вставим, видите? Ну и что в этой функции есть? Получается, что, получается, вот функция названа так. TeamDuckArqHandler. То есть, ARQ это Interrupt Request, то есть, запрос на прерывание. Сам блок, который занимается прерыванием, называется NVIC. И в модуле там будет вопрос, как увидеть, что у нас в коде есть прерывание. Если встречаются NVIC и ARQ, это работа с прерыванием. Что такое делать прерывание? Это наш таймер, он, как секундомер, молотит время. Как только он закончит свое время исполнения, программа рвется аппаратно. Останавливается все, что выполняет наш контроллер. И переходит в другую программу, которая вызывается, когда у нас происходит прерывание. То есть, мы попадаем вот сюда вот. При прерывании мы должны попадать вот сюда вот. И оказывается, что вот где-то здесь есть ошибка в инициализации прерывания, что наш код не попадает в это обработчик прерывание. Более того... Сергей Борисович, я прошу прощения, но если по программе, тогда оно должно быть в вайле, в цикле вайла, а мы его ниже, получается. Или там ссылка в цикле вайл, если он постоянно опрашивает, то он должен быть в цикле. Теперь, совершенно верно, вопрос правильный. Но дело вот в чем. Если мы это вставим в вайл, то оно будет в вайле, скажем так, просто тупо молотить все время работа с этой программой. А нам нужно не так, ребята. Нам нужно по строго определенным... Этим самым сейчас где это? Строго определенные времена, вот как здесь. Четко, через отмеренное время, занести другую цифру. Прошло время занести другую цифру, а в вайле будет не так. Вайл молотит с максимальной скоростью. И мы даже не знаем с какой, зачастую, понимаете? Поэтому вот эта вот штука, которая здесь написана, она должна работать по таймеру. Видите, тут есть таймер 6. То есть она должна вызываться тогда, только тогда, когда таймер 6 закончил свою работу. И тогда мы записываем это число. Поэтому в вайл можно вставить, оно будет рисовать синусоиды, да. Но какая частота этой будет синусоидой? Более того, эта частота будет зависеть от загруженности контроллера, если будет какая-то еще программа. Понимаете? Поэтому в вайл, если мы вставим, эта синусоид, она может ездить как гармошка. И она может иметь частоту совсем не ту, которая нам нужна. А нам нужно, чтобы частота была прогнозируемая четко. Чтобы мы в вайл могли писать, что хотим, а наш таймер, независимо от того, что в вайле выполняется, будет рвать эту программу каждую тысячу доли секунды и выдавать число. Так немножко понятнее? Да, понятнее, но тогда, может быть, до вайла ее... Да, можно и до вайла, я согласен с вами. Но понимаете, тогда она будет один раз запущена обязательно. У нас программа, смотрите, у нас программа идет сверху вниз. И вот этот обработчик прерываний, хотя бы один раз, он запустится вне прерывания. И получается, ну, как бы... Это тоже будет работать, вы правы, я с вами согласен, тоже будет работать. Но понимаете, в чем беда? Как только возникнет прерывание... А, нет, нормально, будут работать. Оно зайдет в него и выйдет из него. Но оно не в вайл попадет, попадет в то место, где возникло прерывание. Да, будут работать, если до него. Но один раз оно запустится, как бы, ну, некорректно. А вот когда оно после вайла, что оно не запустится никогда. А когда оно запустится? Только тогда, когда этому функцию TeamDakShe специально вызовем. То есть мы в вайле напишем вызов этой функции, тогда она будет вызвана. Понимаете? А, ну вот, или тогда в вайле вызывается. Да, да, да. Но здесь, ребята, еще круче. Оно вызывается не кодом, эта функция. Оно вызывается аппаратно. Понимаете, в чем дело? То есть здесь вот поэтому вот смотришь на этот код. Блин. А вот эта функция нигде не вызывается. Как она вообще? К чем она запускается? А вот она запускается аппаратно. Раз мы включили вот здесь вот прерывание разрешения таймера шестого, то, значит, есть специальное прерывание от этого таймера. Как только таймер шестой дойдет, то только тогда аппаратно он попадет сюда. А аппаратно, ссылки на него нет, нигде в коде не найдем. Но аппаратно попадает сюда. То есть есть даже такое. Вот. Так вот, здесь какая-то ошибка в разрешении прерывания от этого шестого таймера. И вот эта программа не попадает сюда и не записывает в наш ЦАП это значение. Иногда оно записывало там на некотором. Но там дело в том, что в этот Кококс можно ставить разную версию компилятора. Видимо, с какими-то версиями работал, с какими-то нет. Вот. Вот, в принципе, ребята, вся наша программа. Но есть одно но. Именно сама строчка, где идет запись в наш ЦАП, она вот 33-я строчка. Видите, 33-я строчка. Но там написан синус наш, плюс-плюс. То есть, зачем это сделано? Вот этот перебор наших значений, которые вот там, как я. То есть, это плюс-плюс относится к этой матрице, к этой массиву, которого у нас нет. Дальше идет проверка конца этого массива на 32. Равно или нет. Но нам тоже не нужна эта проверка. То есть, это огрызок от старой программы. Причем, вот я это удаляю. Причем, интересно состоит в том, что тут даже есть ссылка на эту лабораторную работу. Вот эта ссылка. А она уже не работает. Эта ссылка, она уже умерла. Понимаете? То есть, мы используем код, который уже умер, вот остался, и он живет теперь в нашей лабораторной работе. Вот. Тогда мы должны сделать следующее. Мы должны этот синус, перебор, инкремент, плюс-плюс убрать и поставить переменную, которая нам делает уровень дака. Мы такие назовем. Даклевел. Эту переменную, кто мне скажет, как левел переводится? Уровень. Уровень, да. Уровень, выходной уровень нашего дака. Ну, раз мы эту перемен... Вот, смотрите, она, эта переменная, ее значение будет вставляться куда? Вот в этот наш регистр. Скажите, а вот это вот странные буквы? DAC, DSR12R1. К какому уровню программирования это относится? К SPL-ке? К HAL-у? Или к CMC-су? И здесь тоже как-то вот странные такие названия. D-E-R-A-R-R. Что это вообще за ерунда? Она на самом низком уровне. Да, да. Совершенно верно, ребята. Это и есть CMC-с. Как видите, все очень компактно. Работает сверхбыстро, суперовски. Вот на CMC-с неудобно тем, что нужно сдать либо наизусть вот эти что-то такое, либо лезть в документацию. Вот давайте мы посмотрим, что такое DSR12R1. Блин, вот ничего не понятно. Да, хорошо. Давайте зайдем в нашу документацию и посмотрим на него. Значит, это не аппаратная часть, это программная часть, это регистр. Программная часть, референс-мануал. Заходим в наш референс-мануал, значит, увеличиваем ее, чтобы вам было лучше видно. Так, что он не увеличивается? Вот. И ищем в нашем оглавлении DAC, цифру аналогового преобразователя. И там находим, что это за регистр, за что он отвечает. АЦП и логично следующий DAC. Так, вот видите, DAC. 186-я страница. Так, 170, вот. Так, здесь, ну вот как-то где-то здесь. Так, вот он наш DAC. Идет общее описание. Нам, это мы и так более-менее знаем. Вот его логическая структура, то есть аппаратное устройство. И мы видим, о, вот это что-то похоже. DHRX. А у нас здесь что? DHR вот, значит, где-то вот рядом. Получается, если судить по вот этой вот, значит, схеме, то мы загружаем 12-битовое значение вот куда-то вот сюда. Контрольная логика, контрольная логика дальше через цифрово-аналоговый преобразователь выдает на ножку DAC-OUT. Видите, вот она, порт А4. То есть сюда, потом проходит здесь и на выходе выходит. Ну хорошо, то есть где-то мы рядом. Смотрим тогда, какие у нас есть еще, значит, эти регистры. Дальше идет описание каждого из этих регистров к DAC-у. Здесь работа. Вот, кстати, этот треугольный, видите, вот он, генератор треугольной волны. И есть еще шумовой генератор, должен быть. Они должны его тоже здесь описать. Сейчас интересно, что они описали, что ли? А, нет, вот нойс-генератор, нойс, это шум как раз. Вот, короткое описание, вот видите, нойс-генератор. Вот он хитро так делается, чтобы сделать псевдослучайное число. Вот такая вот сдвижка получается, потом сюда, и на выходе получается похож на шум такой случайный. На самом деле просто очень такая длинная сложная функция, которая воспринимается как шумовая. Так, вот и сейчас пойдут наши регистры. Значит, первый регистр должен быть управляющий, как обычно. Control-регистр, Control-управляющий. Вот он, 32-битный, и здесь начинается. Сколько каналов мы используем, какой канал. Подключен DMA или не подключен DMA, про DMA вам рассказывал. И прочее там, маскировкой. В общем, сложно, ребята, нет смысла. Вы все равно это не запомните. Это нужно с этим DAC-ом. Поработать с ним дней 5, попробовать все это. А лучше через месяц опять повторить, тогда запоминается. Так, и здесь следующий регистр. Так, программный регистр, программные защелки, триггер. Нам тоже он не нужен. Называется DAC-свич-регистр. Поехали дальше. О! DAC-DHR12R1. Смотрим, это оно? Ой, не здесь. Это здесь. Да, DAC-DHR12R1. R1-2. Да, тут R1... Так, DHR12R1. Ну, подождите, а здесь что? Да, R1, все правильно. Все, все верно. Вот, что мы здесь видим? Что сюда загружается просто число, которое потом выходит наружу. Значит, смотрим. Это у нас 12 бит, правосмещенная дата, регистр защелка, который удерживает его. То есть, в него можно записывать, из него можно читать. Как это увидеть? R8, видите? R8, R8. Кое-где есть только R8 или кое-где есть только R8. Ну, пока вот здесь вот попадаются все варианты. В общем, разные бывают. Так, это R2, а у нас R1. Как раз номер, это 8, видите, 8 бит. А нам нужно 12 бит. Вот, DHR12R. Значит, это у нас первый DAC и 12 бит. Значит, пишется, это канал первый, DAC-канал первый, 12 бит, правосмещенные данные. Эти данные записываются программно, которые дают специфические дата, канал первый, специфическую 12-битовую дату. То есть, стоит нам в этот регистр записать число, оно выходит наружу. Никакой дополнительной идентизации делать не нужно, как с ШИМом. Сразу все это дело проваливается. Так, ясненько, понимаете, да? Итак, совсем. Ну, с таймером ARR. Таймер нам, в принципе, не нужен здесь. Мы это можем все удалить, и код у нас упростится. Есть у нас еще, смотрите, DAC-CR. Вот, DAC-CR это control-регистр, и тут есть EN1. Как вы думаете, что такое EN1? Есть идеи? Тоже сокращенное. Значит, где-то у нас должен быть DAC-CR. По-моему, это он в начале сам, DAC-CR. Так, где оно тут? Вот он, видите, DAC-CR. Управляющий регистр. Ну, EN. EN, ребята, это сокращенно от enable. Enable и номер DAC-а. Первый DAC и enable. Давайте посмотрим, какой это бит. DAC-CR-EN1. Вот человек написал. Значит, он брал документацию. Вот он наш регистр DAC-CR. И бит, разрешение регистра, причем первого DAC-а, где-то здесь должен быть. Карта, карта, выборка, тен, тен, тен. И должен быть enable. Так, так, дальше. Вот он, видите, enable 1. DAC, первый канал enable. Если пишем единичку, значит, он слово enable записывает единичку. Ноль выключает этот канал. Значит, это канал для DAC-а первого. Такой же должен быть enable 2 для второго, по идее. Ну, я так думаю. Сейчас посмотрим правее. Вот, точно есть такой. Есть enable для второго канала. Значит, можно посмотреть общую карту. Где тут наш этот enable? Видите, enable 1. Нулевой бит. Enable 2. Вот он здесь. Это у нас 16 бит. То есть, 16 бит для первого канала. 16 бит управления для второго канала. Так, более-менее понятно вот сейчас. Вот что такое CMC-3. Это самый нижний уровень. И самый быстрый. Почти, почти ассемблер. Ну вот, шикарно. Значит, что у нас здесь? Значит, в принципе, все. По идее, вот код он весь у нас готов. А, а что мы еще? Мы же должны инклюдить еще, подключить сюда эти библиотеки. То есть, у нас в проекте они есть. Видите, вот эти все. Все у нас эти есть, да? А нужно же код включить. Как мы их включаем? Сейчас мы посмотрим. Значит, вот они. Так, это у нас подключено в сами папки проекта. А нам еще нужно их вставить вот здесь. Также необходимо подключить библиотеки в код MainC. Ну, берем их вот отсюда. И вставляем вот сюда. До нашего ввода. Все, мы вставили. Поехали, компилируем. Смотрим, что у нас получится. Так, ну вот у нас куча тут ошибок вылезла. Значит, первое. DakLevel, значит, перемену DakLevel нужно было объявить. Значит, здесь я пишем. То есть, она будет у нас Integer. DakLevel. Ну, там приравняем ее какому-то числу. Значит, точка с запятой. Значит, у нас должно быть число от 0 до 4096. Давайте, чтобы оно было, ну, примерно посередине. Допустим, 2047. Как раз посередине. Значит, у нас 3 вольта, это у нас верхнее значение. То 4096, это 3 вольта на ножке PA4. А 2047, сколько у нас будет, когда какое значение? Вольта, как вы думаете? Если 3 вольта, это максимальное, то половина, это сколько будет вольт? Полтора. Полтора. То есть, мы потом измерим тестером, посмотрим на камере, что там полтора вольта. Вот. Вот мы такое значение туда записали. Так. Значит, у нас это еще не все. Потом у нас есть еще там что-то вот это вот. Не, не, это. Сейчас, подождите. Вот. Равно и все тому подобное. Значит, в чем здесь? Ага. В чем? Вот где вопросик? Получается, что когда мы брали информацию из интернета, она подхватывает всякие невыдимные символы. В частности, это символ точка запятой AMP. Значит, его нужно удалить. И у нас вопросик сейчас исчезнет. И этот AMP еще у нас попал вот сюда. Видите? Но прикол здесь в том, что I% нужно оставить. В данном случае. И он тоже исчезнет. Все, поехали. Компилируем. Сейчас должно у нас получиться. Есть. Значит, что будет делать наша программа? Смотрите. Это программа, которую мы сперли из интернета. Она формировала синусидальный сигнал. И по таймеру, по нашему таймеру, значит, через какой-то четко определенный промежуток времени, наша программа должна влезать в прерывание. Грузить число 2047 и выходить из прерывания. И все должно быть красиво. Вот сейчас мы посмотрим, получится ли так или не получится. Так. Есть сюда. Значит, мы ее... Значит, мы ее... Да, елки. Мы ее откомпилировали. Ты посмотри, что ж такое. Мы ее откомпилировали. Теперь мы должны ее загрузить. Все у нас хорошо. Теперь мы включаем камеру. Есть у нас тут камеры? Да, есть наша камера. Значит, смотрим нашу схему. Все лампочки не работают. Почему не работают? Как вы думаете, ребята? Какие лампочки? С каким портам подключены? Наши лампы. Помните, на предыдущих лабораторных работах эти 220 диоды каким портам? Эти 89. Да, 89 порту C89. А мы инициализируем эти ножки? Мы с ними работаем? Сейчас. Мы с ними не работаем. Какую мы ногу инициализируем? Кто мне скажет? Вот. Мы здесь инициализируем какую ножку? Четвертая. ПА4, да. То есть, мы инициализируем и другой порт, и другую ножку. Поэтому мы никак не влияем на ПЦ8, ПЦ9. И они, конечно, у нас не горят. То есть, поведение нашей железяки прямым образом висит прошивка. Плохая прошивка другая, наша железяка ведет себя совершенно иначе. Значит, эти лампочки у нас погасшие. А как у нас увидеть ПА4? Только с помощью тестера. Значит, ребята, я там сегодня-завтра подключу сюда вольтметр. И он будет показывать вам это напряжение, чтобы вы могли менять и видеть. Понимаете? А сейчас пока я это сделаю рукопашную. Ну вот мы сейчас посмотрим. Значит, какое напряжение у нас должно быть и частный ПА4? Скажите мне, пожалуйста. Раз у нас 2047, то есть половина. Ну, полтора вольта. Полтора вольта. Вот, смотрите. Я, значит, сюда. Так, а почему ничего не показывает? Вот, как интересно. Я здесь вижу, а там я не вижу. Ну, подождите, а так. Ага, вот. Надо увеличить свет. Все, 0 вольт у нас здесь. Так, я еще подвину это дело. Вот так. Ну-ка. Вот, шикарно. Все, так вот видно отлично. И прямо вот подключусь сюда, значит, между землей. И ПА4. ПА4. Вот, видите, всего 0,05 вольта. Значит, что? Работает ли наш DAC? Выдает он напряжение или нет? Не выдает. Вот. Сергей Борисович, а подается ли сейчас сигнал тупо на эту вашу плату? По идее, если подается сигнал на плату, должен где-то индикатор на светодиодик гореть. А вот он красненький, вот он красненький горит. Видите, мой мужик. Видите? Вот он горит. Подается правильно. Давайте тогда еще, кстати, давайте измерим, а какой вот верхний уровень напряжения на этой платье. Сейчас я отведу в сторону, потому что не видно название эту лампочку. Вот я отведу ее в сторону, вот так вот. Так, как бы это... Ага. Вот. И... Сейчас. А если так? Ты посмотри, как канал как-то странно себя ведет. Сергей Борисович, мы не видели, чтобы вы загружали его, ну, саму программу загружали, чтобы загружалась в микрокомпроллер. Я понял. Давайте проверим еще раз. Вдруг я забыл. Да, может быть. Так, компилируем. Есть. Прошиваем. Есть. Включаем. Хорошо. Давайте, все может быть. А лампочки загрузки работали, не знаю, или тут их нету? Сейчас. Давайте посмотрим. Вы видели? Да, да, вот смотрите. Во, вот так вот. О, кстати, так без подсветки, кстати, более-менее видно. Смотрите. Вот, значит, у нас эта лампочка показывает просто питание. А здесь вторая, она как раз работает в момент загрузки. Вот сейчас мы это и сделаем. Значит, сейчас, секундочку. Вот как это бы мне... О, вот так вот. Это не то. Это не то. А мне нужно, чтобы тут камера была. А, неправильно, неправильно. Это надо на полностью. А вот этот вот надо. Ну-ка. Ага. И чё? Ага. Сейчас, подождите. Ага. О! Вот. Только, только, только. Значит, это вот так сюда. Вот. Я теперь камеру, камеру я могу уменьшить. Так. Это я могу двигать. И, о, и могу вот так вот её... Вот. Вот. И будет видно у нас. Так. Это вот сюда. А, это можно вообще открыть вот так вот полностью. А камеру наложить. Во. Вот. Вот тоже я хотел. Вот. А, но если я, получается, нажму... Ну, успеется. Успеет. Давайте вот, смотрите. Я нажму сюда и сразу включу камеру. И мы увидим процесс. Как у нас сейчас пойдёт прошивка. Смотрите. Так. А, это не то. Да, ёлки-палки. Вот. Видите? Горит красная лампочка прошивки. И погасла. То есть, прошивка происходит быстро. Ещё раз вам показываю. Вот наша прошивка. И включаем. Видите? Она говорит, хлоп и погасла. То есть, прошивка была. Да, видно. Видно, да? Вот, давайте теперь ещё раз в таком положении. Где уже мы точно всё мы сделали. Так. Ага. Тут вопрос в другом. Это вопрос, что я теперь не вижу. Так. Мне придётся включить освещенность. Вот. И я сюда на ПА4. Все те же у нас 0.05 вольта. То есть, к сожалению, не форычек. А где земля? Вы же, по-моему, на землю. Да, земля, смотрите, ребята. Земля мне, чтобы удобно остановиться. Вот, либо я, вот видите, ГНД написано. А, здесь не видно. Вот ГНД написано. Вот здесь написано ГНД. А, ну, тут... Ну, не видно. Либо вот этот вот разъём USB, вот видите мой, вот я показываю, да, вот моя рука и мой этот контакт. Эта же земля находится вот здесь же, вот здесь вот, это оно же. Ну, вот земля, допустим, вот здесь, вот точно земля, вот эта земля. И ПА4. Вот и ставим на ПА4, но там вот, может быть, плохой контакт. Вот видите, то же самое, 0.05 вольта. Вот просто тяжелее держать, около вывода вот этого тоненького, тяжелее держать контакт, понимаете. Гораздо легче вот на эту вот железную штуку, вот здесь вот, вот здесь вот на землю её прицепить. Вот, это то же самое. И делаем вот это ПА4. Вот ПА4, вот оно, наше 0.05 вольта. Итак, значит, наша программа должна влетать в прерывание, в принципе. И там, значит, там записывать это значение. Давайте посмотрим, как это узнать. Мы должны с вами, значит, куда? Что мы должны для отладки программы, куда зайти? В дебаггер, правильно? Вот, заходим в наш дебаггинг. И смотрим, а куда же она там попадает. Вот, поставим где-то там точку остановы и доходит ли она вообще до неё или нет. То есть, допустим, она должна в вайл заходить, правильно? Хоть иногда она должна заходить в вайл, верно? Так, вот у нас вайл. Вот мы на этом вайле ставим вот сюда точку остановы. И поехали, play. Доходит до точки остановы, правильно, вот. Смотрим, duck level 2047, тоже то, что мы написали, правильно. Теперь мы смотрим здесь. А доходит ли он в наше прерывание? Вот интересно. Ага. А прерывание поставить нельзя. Что-то здесь, ну-ка, посмотрим. Ага, в прерывание он не доходит, он в него не попадает. Понимаете, в общем, дело. Поэтому не работает эта программа. То есть, мы должны попасть вот в эту вот строчку. А оно, видите, ставит, вот сказать, сотальный знак. Значит, если я нажму на паузу, смотрим, куда оно влетает. Оно влетает в интересную такую вот систему, в интересный там кусочек кода в глубине наших библиотек. Значит, код называется так. Значит, этот код вызывается, когда процессор принимает unexpected interrupt. Unexpected – это неопознанное прерывание. Значит, ребята, что у нас получается? Прерывание здесь настроено некорректно. Или компилятор его некорректно распознает. И, значит, внутри библиотек вызову прерывание. Видите, вот это ARQ-хангер. Вот они здесь есть. Оно, скажем так, попадает куда-то в какое-то имя, которое в прерывании нету, и проваливается в этот кусочек. А что в этом кусочке? В этом кусочке infinitive loop. А infinitive – это бесконечность. Бесконечная, значит, у нас, ну как это, бесконечная петля. Он попадает в пустой вал, и все. И не попадает, значит, в этот, ну как это, в наш, не попадает к нам в наш код, который он должен попадать сюда. Значит, а он попадает сюда, как называется прерывание? Timer 6 DAC ARQ-хангер. Давайте посмотрим. А здесь есть такое имя? Timer 6 DAC ARQ-хангер. Да, он есть. Default хангер. Вот оно есть, видите? Timer 6 DAC ARQ-хангер. Почему оно у него не попадает, непонятно. Или там толстыми буквами написано, или тоненькими, или какая-то буква здесь неправильная. Вот, но оно должно в него попадать. Вот, сюда внутрь, и должно отрабатывать. Но этого не происходит. Вот, поэтому у нас возникает с этим ошибка. Вот. Но, ребята, у нас проблема, значит, простая. Нам же не нужно по таймеру, вот, выдавать синусоидальный сигнал четко через определенные промежутки времени. Нам нужно просто по циклу в вайле закидывать все время вот это одно и то же число, пусть оно там молотит, и выдавать наш этот сигнал. Правильно. Значит, мы что? Мы можем, во-первых, смотрите. Давайте мы это прерывание отключим, которое у нас здесь есть. Видите? Разрешение на прерывание. То есть, можно сделать так. Вот сюда поставить. Вот так вот. Отключить его. Значит, за... Откомпилировать. Значит, прошить. Это все дело. Вот. После этого зайти в наш этот самый дебаггинг. Так. Что-то у нас здесь получается. Значит, естественно, мы в прерывание не попадем, потому что прерывание у нас... У нас прерывание у нас... Оно не вызывается никак. Оно отключено. Но! Если мы нажмем на паузу, интересно, мы попадем в то, не обслуживаем прерывание, или в другое место. Нажимаем на паузу. А смотрите, когда мы попадаем. Мы попадаем в while. У нас все правильно. Вот. Опять нажимаем. Опять нажимаем на паузу. Мы попадаем в while. То есть, уже как только мы отключили прерывание, мы можем нормально работать с while. Поняли, да? Давайте, значит, нажимаем stop. И теперь, когда мы попадаем четко в while, мы можем вставить одну единственную нашу строчку. Вот это вот. И все. Вставляем сюда while. Тогда нам этот обработчик прерывание вообще можно удалить. Он не используется. Мы в него не попадаем никогда. Георгий Васильевич, а что, может мы его попытаемся перед while'ом поставить? Просто мы, может быть, до него не доходим просто. Да. А если перед while'ом, то сработает. Сто процентов. Вот давайте просто этот я тогда закомментирую. Но оно не будет меняться. Но будет работать. Будет работать. Ну, хорошо. Давайте прерывание отключено. И оно эту функцию, по идее, должно вызвать. Давайте проверим. Control. Я его отсюда заберу. И поставлю вот сюда. Так. Смотрим. Вот. И тогда оно вот идет сверху вниз. Должно дойти до этой функции. По идее, ее вызвать. Ну и посмотрим, что из этого получится. Поехали. Так. Я не экспериментировал. Не знаю. Так. Внимание. Тут что-то оно мне какое-то внимание написало. Внимание. Управляющий регистр. А. Non-void function. Вот это вот. Сорок седьмая строчка. А. Тут лишнее. Лишнее. Это сакавычка получилось. Вот. Лишнее кавычка. Сейчас еще раз. Нет. Она не лишняя была. А. Это просто она оттуда и туда. Да. 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 Неправильно. Вот она должна была быть здесь. Вот так вот. О. Теперь у нас будет все красиво. Так. Я ее не перенес туда. Все. Теперь четко у нас. Все хорошо. Вот. И теперь по идее эти 2047, которые мы поставили в самом начале, они должны теперь прописаться в наш АЦП один раз. и работать. Вот. Поехали. Значит, я откомпилировал, включаю это дело. Смотрим. У нас на это дело что-то с напряжением. Если она эту функцию через нее проходит. Может быть, ее нужно вызвать отдельным оператором. Ну, отдельной командой. Есть по А4. Вот гадость. Не, не, ребята. Не работает. Не работает. Значит, поэтому, поэтому, вот, значит, почему не работает? Потому что она, на языке C, она сделана как функция. И получается, что ее нужно вызвать отдельным вызовом. Понимаете? Если значение функции убрать, вот, тогда я думаю, что заработает. Как убрать? Значит, мы должны вот это название функции сделать так. Значит, этот наш таймер убрать. И эту ду тоже убрать. Вот. И у нас останется одна строчка DAC, которая будет записываться один раз при старте. Давайте попробуем. Сейчас должно получиться. Хотя, может быть, после инициализации DAC, а после, может быть, нужно выждать некоторое время, какую-то паузу небольшую, чтобы потом запись эта сработала. Сейчас, не знаю. Ну, сейчас увидим. Тогда мы всунем вал, и он будет бесконечно записывать, и он точно там, когда-то попадет, когда нужно. Так, включаем нашу камеру, смотрим наше напряжение. Так. О, ну. Что мы видим? Какое напряжение? Видно вам напряжение какое? Да. 1,5 видно, да. 1,5, да. Причем, ребята, точно 100, 1,5 и 0. То есть, с одной точностью, с одной сотой вольта, одной сотой. То есть, здесь ЦАП точный. Все, все как надо, понимаете? И что? Его не нужно калибровать, АЦП нужно калибровать, АЦП, например, не надо. Вот. Вот и все. Получается у нас верхнее значение 3 вольта, среднее 1,5. А кто, скажите мне теперь, какое число нужно записать в сюда, вот сюда, вот, в DAC-левел, чтобы у нас получить ровно 1 вольт. Как вы думаете? Какая у нас зажимая пропорция? Ну, по пропорции, вот это 1047 поделить на 3 и взять 2 трети. То есть, грубо говоря, 1300. Да, 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 правильно, смотрите, у нас 3 вольта, это 4096, а 1 вольт, это в 3 раза меньше. Значит, я беру калькулятор, 4095 делю на 3, стандартный калькулятор, так, 4095 делю на 3, получаю вот как 1365, ну, правильно, 1300 где-то. Так, пишем, 1365, естественно, прошить это дело, компилировать, прошивка сейчас будет. Все, прошил я и смотрим, какое там у нас получается напряжение. То есть, должно быть 1 вольт. Так, сюда. ПА4. Вот, видите, ровно 1 вольт. Потрясающе точно. Ну, мы там еще со студентами на прошлой лекции баловались, там, 1 десятую вольт оставили, там, 0,05 вольт, там уже было видно, что уже, ребята, не сам тестер на этих малых значениях, там добавляется шум, и он вместо 0,05 вольта показывал 0,06 вольта. Вот, скажите мне, 1 десятый вольт, сколько я должен, какое число для 1 десятый вольта должен тогда вписать? 1 вольт это 1365, а 1 десятая сколько? Ну, 136. Да, в 10 раз меньше, 136. Убираем эту пятерочку, вот, и делаем то же самое. Ну, то есть, это вот настоящий аналоговый сигнал, все так точно. Значит, у нас должно быть до 10 вольта, смотрим, что получается. Так, ПА4. Ну, видите, 9, тут на самом деле, 9 сотых. 9 сотых, то есть, 1 сотую не дошло. Это может быть ошибка на моего, моего тестера. Вполне. Вот, там я его не настраивал, это китайский, это еще очень неплохо, я вам скажу. Вот, увидели 9 сотых или нет? Или вам было плохо видно? Да, видно было, видно было. Видно было, да. Ну, вот это 1 десятая. Мы еще делали там 0,05, за счет шума оно показало 0,06. Ну, короче, вот очень неплохо работает. Вот, ребята, и вся работа. Вот, то есть, смотрите, теперь мы можем, так как у нас же написано на коде CMC, то есть, вообще, посмотрите, как мы можем сейчас красиво все это сделать. Значит, нам нужен этот таймер, не нужен, убираем его. Вот, ножка, ножка нужна, дальше таймер здесь вообще нам не нужен, со своими прервами, убираем. Значит, включаем этот самый, это тоже мы убираем. Вот, оставляем этот один DAC, вот, это тоже мы убираем. И вайл у нас пустой. Вот, и вайл из вайла тоже можем это все убрать. О, вот и вся, вот, смотрите, какая изящная программа у нас получается. Вот она вся и видна. То есть, насколько в CMC, все это выглядит. Помните, у нас какие были гигантские программы там на все. Вот оно, вот и все. Супер, вот в CMC включили одной строчкой, в CMC загрузили одной строчкой. Никаких проблем. А это у нас в этом код не могли вы куда-то выгрузить. В смысле? Выгрузить? Ну, смотрите, а это все и есть в принципе, ребята, сейчас в лабораторной работе номер пятой. Где мы тут его, вот она здесь. Сейчас. Ой, это не это. Стоп, вот тут здесь. Пятая лабораторная работа. Я всунул, видите, вал я всунул. И отключил два прерывания. Вот, и конечного этого нет. Я могу, если вам нужен конечный, значит, код, то я его сейчас могу прямо вот вставить. Ну, так вот. Что он самый короткий. Так, вот оно здесь. Так, так. Конечный код. Конечный код лабораторной. Все. Вот он, вот он весь и все. Так, сохраняем. Вот. Значит, вопросы там какие-то есть. Значит, что такое ЦАП? Понятно. Битность, строки программы. Значит, тут еще есть светодиод, ребята. Значит, со светодиодом я потом подключу, и вы посмотрите. Там вот в чем дело. Так как мы раньше с ШИМом регулировали светодиод от очень... От самого маленькой яркости до самого большой, и это у нас было достаточно плавно. То здесь у нас не ШИМ. В ШИМе он включается полностью, потому что у нас цифровой сигнал в виде такой палки, понимаете? Он всегда включался у нас на полную яркость. Просто горел очень короткое время. Но здесь не так. Здесь у нас он не включается на полную яркость. А подается настоящее напряжение. Он полвольта, настоящий один вольт. И оказывается, светодиод, ребята... Сейчас давайте я... Почему светодиод начинает светиться не с минимального напряжения на выходе ЦАП? А он, оказывается, и не может светиться с минимального значения. Например, красный у него начинает светиться с напряжения порядка 1,6 вольта. То есть до полутора вольта он вообще не горит. А потом возникает пробой вот этого, значит, запрещенного перехода в полупроводнике. Он начинает светиться. То есть красный у него освещение 1,8 вольта. Оранжевый, по-моему, 2 вольта. Желтый 2,2 вольта. Зеленый 2,5 вольта. И 3 вольта или около 3 вольт. Это синий светодиод. То есть все, что выше, вызывает свечение. Поэтому вот если к ЦАПу подключить трехцветный светодиод, то мы увидим, что первым включится красный по напряжению, потом включится зеленый и только самый последний включится синий. Вот очень интересная вот такая вот ситуация. То есть я вам должен рассказать. Я это потом подключу. Я, к сожалению, вот эти выходные там был занят. Ну, в общем, сделал я все это красиво. И можно на этом будет работать. Так, еще, может, какие-то вопросы есть по этой работе. Интересная такая работа, довольно простая. Тут она чем хороша, вот, как допилить код, который мы взяли из интернета. Понимаете, вот нужно сколько всего знать, чтобы его правильно доделать. Но тоже опыт интересный. Так, ребята, если вопросов нет, у нас целых 15 минут, и у нас было пропавшее занятие, вот, то мы сейчас с вами сделаем смертельный номер, и мы с вами перейдем к новому контроллеру. Понимаете, который расположен на другом стенде. Я вам покажу, как это делать. Так, можно будет переходить. Все, вы уже готовы. Все, переходим отсюда, закрываем это дело, меняем разрешение. Там, ребята, другой компьютер. Там большой такой же экран, как у меня. Там уже i3 компьютер. К нему будет подключен Global Logic. Вот, и там, в общем, поэтому там проблемы с всеми этими, значит, не будет. Значит, Global Logic, они уже, я им написал там в их группе, значит, это письмо. Вот, и, значит, руководитель дала запрос специалистам, смогут ли они во вторник специалисты присутствовать на нашей лекции, то есть завтра. Значит, завтра у нас какая там у нас пара будет. Завтра у нас, ребята, вторая пара, может быть, будут специалисты из Global Logic. Вот это у нас будет пятая лекция. Вот, я, даже если они не будут, ребята, мы, значит, я часть лекции проведу для нас, часть лекции для, короче, если их не будет с утра, то тогда я читаю наш материал. Вот, и если они появляются, то я даю им слово. Если они появляются, то все равно половину лекции я перевожу на наш стенд, где у нас вот эта вот передача по КАН-интерфейсу, и мы попытаемся передать какое-то число уже вот, значит, значит, яркость или там влажность по этому КАН-интерфейсу в одну сторону и попробуем передать в обратную сторону. То есть вот за это время получится, не получится. А потом мы с вами плавно перейдем уже на подключение к мобильному телефону. То есть каждую неделю мы так вот будем двигаться, чтобы это дело пройти. То есть завтра такой вот у нас план. Вот. Значит, вот. А сегодня мы сейчас заходим на второй стенд, где у нас уже другой контроллер. Значит, стенд у нас находится под номером 614. Код такой же, пароль такой же. Он по СКС. Я это напишу все в группе. МПУ, МПУ, СКС. Вот. Значит, отключаем здесь. Вот у нас другой рабочий стол. Здесь у нас нормальный этот самый экран. В принципе, все видно у вас, да? Как у вас видно там? Руслан, или не видно или все такое? Видно, видно. Более-менее видно. Более-менее, да. Значит, что у нас здесь? Здесь у нас есть тот же самый КОУ и ДЕ. Вот. У нас здесь есть такая же камера. Вот камера. Давайте я поставлю, чтобы она была примерно в том же месте. Включаю камеру. Вот. И мы видим здесь. Вот, видите, наш контроллер. Почему-то вот она такая квадратная. Не могу понять, почему. Сейчас, подождите. А, нет. Она не квадратная. Все вроде нормальная. Все удлинено. Все хорошо. Вот здесь вот рисунок, который рисовали студенты ваши в прошлом году. То есть, они рисовали вот на этом контроллере такие вот симпатичные картинки. Сначала неподвижные, а потом уже был сам курсовой, был связан с анимацией. Но мы сейчас на этой схеме, мы сейчас делаем вот, что мы сейчас, ребята, должны сделать. Тут помигаем лампочками, как обычно. Сейчас я включу там подсветку, чтобы вы увидели, что это другой контроллер. Ну, видно по экрану, конечно, другой контроллер. То есть, камера не тянет по освещенности, хотя в комнате светло. Вот. Но здесь, что хорошо видно. Смотрите. Здесь тоже есть, ребята, две лампочки. ПЖ-13 и ПЖ-14. Даже есть кнопка синенькая, вот кусочек ее виден. И черный сброс. И здесь можно делать такие же операции, как и там. Ну, как бы, мы это уже проходили, зачем нам это нужно? Но помигать лампочками не для того, чтобы именно помигать лампочками. И для того, чтобы поработать, ребята, в принципиальной, другой, ну, не принципиально, ну, как бы в другой среде разработки. Именно в той среде разработки, ребята, где есть примеры, фирма ST32ST дает примеры для работы с этим дисплеем и с другими там вещами. Потому что COCOX, COCOX, в принципе, он поддерживает этот, значит, контроллер. Здесь у нас контроллер не сотая семейства, 429. Давайте я вам покажу сначала в COCOX, как это сделать. А потом мы с вами перейдем на другую программу. Вот я запускаю COCOX. Создаю новый проект. Значит, проект, новый проект. Так, вида нормально? Так, Руслан, вот эти вот буквы не сильно мелкие. Ну, мелкие, но придется лучше, но читаемая. Очень тяжело, да? Все, тогда я здесь уменьшаю. Так, ребята, сейчас разрешение экрана сделаю другое. Так, применить. Так, сохранить. Это сюда, окей. Так, это сюда. Сейчас. Это здесь. Так, так, получше немножко? Или то же самое, примерно? Ну, вроде видно, да. Вроде видно, да? Все равно такое. Все равно плохое, да? Тереть можно. Елки-палки. Да ладно, пойдет. Пойдет, да. Ну, хорошо, пишем тогда LED. Пишем LED next. Вот. Но чип выбираем другой. Здесь уже другой чип. Тоже фирмы ST. Ну, ребята, значит, на видео будет нормально. Вот на YouTube будет нормально. Мы выбираем не сотая семейства, уже 429-е. Значит, он там дальше у нас в глубине. Вот он, 429-е. И причем он 429-е ZE. Вот он, по-моему, в самом конце. Видите? ZE. И финиш. Сейчас он тут загрузится. Вот. И мы выбираем также наши ноги. GPO, как мы всегда делали с STM 32-сотым семейством. Вот. Также там есть пример миганиями лампочками. Вот. Видите? Тут что тут есть? Ага. А здесь нету. Видите? Нашего нету. То есть для 429-го, ребята, здесь нет таких вот примеров. Значит, получается, смотрите, что это, это COCOX уже не поддержит в чистом виде наш 429-й контроллер. Уже все. Он не дописан. COCOX ему уже, по-моему, лет 5. Его как уже перестали поддерживать. Но для начинающих, ну, он идеально подходит. Он как раз вот с примерами то, что надо. К сожалению, нет. Значит, можно запустить там, вызвать не 429-й, сделать 407-й. До 407-го он еще... Давайте я вам все-таки покажу, чтобы мы уже там дошли. Он такой же, этот контроллер, только у него там меньше объема памяти. Но по ногам, по внутренней архитектуре он такой же. Значит, можно выбрать... Сейчас посмотрим, есть ли тут 407-й. Нет, 407-го в чистом виде нету, но есть 4X. И здесь вот 407, по-моему, V. 407-Z, 4VG, VE, 407-й. Ну, в общем, по-моему, VG. Окей, финиш. И вот он, по-моему, нам предложит. О, вот он предлагает все. Значит, если я сделаю GPO, где у нас это GPO наше? Захожу в пример GPO. 17 примеров. Вот. И в нем, значит, найду для этого контроллера, значит, пример там типа блинка какого-то. Так, так, так. Это GPO, да? Видите, тут другие. Серво, PWM, Freer, TOS, IOT, тот же вот здесь есть. Так, Discovery, Discovery. Discovery, TTT, STM, TTT, Blink, вот. Blink вместе с кнопкой. Не надо нам эта кнопка, мы не эта самая. Вот давайте IOTogil. Добавим этот проект. Вот. И это IOTogil у нас будет также здесь в примерах. Example. А что это, его здесь нет? А, вот, example он вниз прицепил. Вот. И смотрим. Значит, контроллер F4, правильно. Инициализация структуры. Задержка. И тот же. Дальше у нас что идет инициализация. Смотрите. У нас, значит, порт D. Ножка 15, 14, 12, 13. И в VALLE у нас что сделано? В VALLE у нас эти сначала 12, потом 13, 14, 15. Ножки мигают. По порту D. И делаются задержки. Задержка, похоже, уже сделана, как и в нашем Arduino. Дилей просто там 7FF. Вот. Значит, тогда мы должны, ребята, узнать. А какая там у нас, какая ножка здесь? И здесь написано не порт, да, а ведь и порт G. PG-13 и PG-14. Значит, если мы здесь исправим наш порт. 13 и 14, только не D. Поставим A, G. Вот. GPO-G. Уберем все лишнее. Вот. Тоже G сюда поставим. Так. GPO-G. Вот. Вот это вот все. И GPO Reset Bits оставим здесь. А вот уже 15-ю ножку уберем. Она нам не нужна. Значит, это мы устанавливаем. 12-я тоже нам ножка не нужна со своим этим самым. Вот. 13-ю ножку мы, значит, тот же сбрасываем, 14-ю сбрасываем. И потом сбрасываем, ну, а, Set Bits, Set Bits. Устанавливаем 13-ю, потом 14-ю, потом сбрасываем обе. И после нее делаем задержки. Хорошо. И порт G мы тоже должны изменить. Здесь, видите, порт D. Меняем его на G. G. И здесь где-то еще. Должна быть вот инициализация, тактирование нашей шины. Видите, А, HB1. У нас было в 100-й семействе А, А, П, Б, 2, а здесь А, HB1. То есть другая архитектура, другое название. GPO-G. Значит, 12-я ножка нам не нужна. Нам нужно только 13-я и 14-я. Убираем это. 15-я ножка нам тоже не нужна. Запятую оставляем. По-моему, вот это тоже можно убрать. Вот. 13-я и 14-я. Режим выход. Даже 100 МГц. Видите, здесь какая. Значит. И еще есть дополнительная, значит, видите, дополнительная оперант, как GPO, PageUp, PageDown, NoPool. Не подключено вообще. То есть это у нас не было в 100-м семействе. То есть в 429-м есть некоторые дополнения. Ну вот и все. Функция DLA, видите, здесь она объявлена. Инициализация структуры. По идее, давайте смотрим нашу, значит, эту компиляцию. Так. Мы не ошиблись. И включаем. Так. Connect файл. Ага. Вот оно что. Он еще у нас и не прошивается. Вот и оказывается в чем дело. Значит, он еще, ребята, и не прошивает. Хотя должен прошиваться. Странно. А я его подключил? Да. Я его подключил. Он его не видит. Значит, с коксом, возможно, не получается. Ну, у нас осталось 5 минут. Давайте я вам еще покажу. Раз мы пропустили занятие. Вот я... Ой. Что я сделал? Так, еще раз подключаемся. Так, я не запомнил. Так, что у нас там? Так. О, МПУ. Так, давайте я еще какое-то другое найду. Потому что что-то оно, но все равно. И мне даже тяжело. Вы знаете, даже мне сейчас хуже, чем было. Так, давайте какое-то другое разрешение. Может быть, и что-то другое. Не 1280. А, 800 на 600. Ну-ка. Примените. Ну, конечно, будет большое. А можно такое. О, вот так, наверное, точно будет работать. Так, устроено такое. Оно сильно большое. Сильно большое. Ну, подождите, давайте попробуем. Все размыто. Так, да. Хорошо, давайте нечто среднее. Попробуем еще какие-то. Так, вот у нас 1440. Применить. И чего? Так. Ну, почти то же самое, что 1280. Ну, понятно. В общем, получается проблема. А в работе 12404. 1240, да? Да. Хорошо. А если там такое есть, тут понимаете, вот монитор немножко такое, что вот, а нет, можно поставить 1360, а ну вот 1024, слушайте, о, вот так, на 768, применить. Слушайте, по-моему, это самое лучшее. О, ну, тоже не очень, но, но, я честно не знаю, как все равно плохо видно, да, ребята? Эх, ладно, хорошо, давайте я тогда это закрою, это дело, и откроет тогда, о, так здесь, здесь, зато лучше видно. Ну, в общем, да. Не фонтан, не фонтан, не фонтан, я понял. Хорошо, давайте тогда, вот у нас следующая программа, это ER Embedded. ER, вот она. Вот у нас профессиональная программа, сейчас две минуты хотя бы. Вот, ER Embedded. Как вы видите, он пустой, вот этот ER. Ничего здесь, никаких примеров нету. И получается, нужно, буквально проект, вот, значит, файл, новый проект, новая workspace здесь называется. Если мы нажмем новый, он совершенно, абсолютно пустой. Как так может быть? Что с этим делать? Так, сейчас, как это убрать? Откуда это взялся, господи? А если я тут нажму? Ага, то есть он, все понятно. Вот, значит, этот ER, он уже работает, ребята, либо вручную, эти файлы, если создаются дерево проекта, но это очень сложно. Либо мы делаем автоматом. Значит, автомат, для этой программы есть специальный автомат, с которым будем работать, который формирует всю нашу заготовку. Называется, это он, STM32CubeMX. Кубом X. Вот, он как раз, вот, то, что мы писали у рукопаши, с помощью примеров. Здесь он позволяет в графическом режиме создать все это, все это, текстовый набор, написать всю эту портянку, заготовить некий такой болванку, в которой все написано. Согласно, значит, нашим этим, мы в графической среде выбираем то, что нам нужно, и он по ней создает все эти строки инициализации. Значит, сейчас давайте новый проект, сейчас мы с вами покажем. А, елки-палки. Так, так, ребята, значит, не получится сегодня вам показать. ConnectBin, а если это же нужно, окей. Ага, подождите, может пойдет. Требует Network Connection. Не спрашивает. Так, и что тогда? Ага, получилось. Так, если я это уберу, все понятно. Значит, здесь что? Что здесь, ребята, хорошо? Здесь есть готовая наша плата. Мы не выбираем процессор, мы выбираем плату. Значит, есть у нас кора, ядро. Вот, ядро в нашем, по-моему, оно М3. Не нужно, я потом по лекции это расскажу. А нам здесь важно, что мы здесь выбираем нашу плату. Сейчас я буду по плату, кстати, где она? Вот она. Есть MCU, селектор, выбор, значит, нашего кристалла. И есть BOT, селектор, селектор, значит, нашей платы. Не, ребята, размыто так, что я даже плохо вижу. Давайте я сделаю вот так, как оно было. Вот, и посмотрим. А, ну, может, так будет еще. У нас же есть, короче, нужно поэкспериментировать. Сейчас посмотрим. Так, так, вроде тоже неплохо. Так, так. О, вот так вам, по крайней мере, не хуже, чем было, да? Или трудно сказать? Плохо читаем, оно видно. А было лучше или хуже? Примерно так же, да? Да, так же. Хорошо. Значит, что здесь важно? Если мы... Здесь есть выбор плат. И среди этих плат есть уже та, которая нам нужна. Значит, наша плата, если мы посмотрим на нашу эту... Сейчас, на нашу камеру. Она называется STM32F429 диска. Вот здесь вам хорошо видно вот это STM32 диска? Давайте я разверну. Вот так вот. Вот STM32F429 диска. Видно вам это? Да, это надпись видна, да. О, хорошо. Хотя бы надпись видна. Значит, она называется Discovery. Discovery. И у нас оно семейство F4. Вот. И вот они все наши платы, которые здесь есть. В том числе мы увидим вот нашу плату. Видите? 32 Discovery. Вот она вот здесь есть. Как раз нашим дисплеем. Вот она таким образом выглядит. Значит, мы ее вот так вот два раза нажмем. И сейчас загрузится у нас проект. Инициализировать периферию по режиму дефолту? Да, по умолчанию. Вот. И здесь вот уже у нас в графическом режиме все красиво здесь будет нарисовано. Так, вот я сейчас попробую. И здесь мы... О! Здесь я увеличу. Смотрите. Вот наш контроллер. Он огромадный просто. Тут не 64, тут по-моему 100 элементов. И у нас... Где у нас были наши лампочки? На PGE13 и PGE14. Сейчас я включу это. Сейчас, две минутки. Видите, PGE13 лампочка и PGE14 лампочка. И здесь они должны быть уже правильно инициализированы. Вот наши ноги, смотрите. Вот название ног. Видно вам? PH0, PF, PF. Это все наши порты. И вот, смотрите. PGE14, PGE13. Прямо написано, что это LD4 и LD3. То есть уже все ноги этого контроллера правильно сконфигурированы для данной платы. Тут уже к ногам подключен и дисплей, и кнопка. И все сделано на вход и выход правильным образом. Понимаете? Как здорово. То есть это вот ничего писать нам не нужно. Уже все готово. Нам нужно только написать, останется код. Теперь, после того, как мы графически, как делается это? Вы нажимаете на ножку и появляется вот здесь вот ожимелка, к сожалению. GPO output у нас стоит. Видите, на вход. Но можно сделать на выход. Можно сделать и на вход. Можно сделать на аналоговый. Можно сделать событие какое-то. Можно сделать для SPI. Можно сделать для передачи. В общем, все варианты уже подстроены. И даже выбрано то, что нам нужно. И так, ребята, по каждой ножке. Видите? Вот все это уже запрограммировано. Вот видите? Все уже заранее для данной платы. Нам останется только сделать вот это. Значит, нажимаем сюда. Оно нам показывает, в каком мы E-Varm работаем. Нужно выбрать E-Varm 7. Потому что E-R это старый, это седьмая версия. И дальше мы указываем, куда мы будем сохранять наш проект. Значит, мы его сохраним куда-то на диск. Вот этот вот. Сюда, в политех. На 8. Так, это что ты? А, это другой компьютер. Значит, создаем папочку 2022 осень. 22 осень. Сейчас я заканчиваю. Сейчас пойдет, не пойдет. Сейчас будет видно. Осень. Заходим в эту осень. И, значит, да, вот так вот. Open. И называем наш файл. Led. Led. Окей, жмем окей. И сейчас идет. Так, внимание. Какие-то параметры неправильные. Хотим ли мы генерировать код? Да, хотим. Вот. Идет генерация кода. Вот этой портянки. Которая. То есть, по сути, мы создаем пример, но без вайла. Там все правильно нейтрализировано, но кода вайла нет. Значит, смотрите. Можно открыть папочку. И тогда мы просто увидим наш файл. Но нам это не интересно. Нам нужно, чтобы этот проект, который мы создали, сразу открылся в нашем ИАРе. Поэтому, если мы откроем проект, подтянется автоматически наш ИАР, который мы запустили. И в этот ИАР будет вставлено все автоматически то, что мы сделаем для этой платы. Вот это вот уже, ребята, вот такая первая ступень автоматизации. Но пока в виде двух раздельных программ. Потом, значит, фирма СТ сделала одну общую программу, которая называется QBDE, где все это вместе в одной программе. Не из двух частей, как здесь, а потом в одну. Значит, что мы здесь видим? К сожалению, мелко. Но я не могу увеличить, пока я подумаю, как это сделать. Значит, что здесь, ребята, важно? Здесь нет нашего мейна. Где наш мейн? Давайте посмотрим, где он может быть. Оказывается, он. Драйвера не подходят. Middle Wave тоже нам не подходит. Выход. Вроде в выходе тоже не подходит. Оказывается, он есть в юзере наш мейн. И там есть Main C. Смотрим Main C. Смотрите, наша эта программа, Кубом Икс, она сформировала нам все. Она подключила нам все библиотеки. Она, значит, все наши функции, значит, все перемены, видите, объявила. Значит, все функции наши описала. Функции для инициализации всего, видите, для GPO, для NUH. Значит, для DMA, для дисплея, для SPI. Все, что есть в этой плате, все она объявила. Дальше, обратите внимание, на каком языке написано. На уровне программирования. На самом высоком, на уровне HAL. Видите, HAL и NIT. Дальше конфигурируется периферия. Вот она, включая OART, включая GPO. Вот MX, GPO, NIT. И, собственно, где же наш вайл? Вот он, наш вайл. Видите? UserCont and while. UserCont begin 3. Вот сюда мы можем вставить, ребята, наши примеры. Мигание лампочки. И оно, по идее, будет работать. Давайте, вот у нас времени нет. Просто проверим, что оно, значит, прошивается или нет. Для этого нажимаем вот на эту зеленую кнопочку. И вспомнили, что у нас получается. Сначала идет у нас компиляция нашего пустого кода, который ничего не делает. Fatal Error. TTT. USB. Ага. Какой-то не инсталлирован драйвер для работы с нашей платой. То есть, мы прошить не могли ни в Кукоксе, ни здесь. Ребята, я исправлю эту ошибку. И на следующем занятии покажу вам, как оно прошивается. То есть, нужен какой-то специальный драйвер. Все, ребята. На сегодня все тогда. Коротко его увидеть. На следующем, значит, занятии я подробно расскажу. И дальше мы будем работать в этих вот уже программах, которые делают красиво автоматически. Хорошо, спасибо большое. Да, спасибо. Вопросов нет. Что? Спасибо большое. Спасибо. Вопросов нет. Вопросов нет. Хорошо, ребята, не держу вас все. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Все хорошо, до свидания. Угу. Спасибо.